Программа основана на реальных событиях. Вся информация, полученная из полицейских рапортов, открытых источников, основана на мнении экспертов и нашем расследовании. Некоторые имена изменены, мнения героев могут не совпадать с точкой зрения телеканала. Люди забывают, что дьявол всегда где-то рядом. Он заставляет красть и убивать. Я повидал немало убийств, но ни разу не видел такой жестокости. Несколько смертей казались очень подозрительными. Она настаивала, что не совершала этого преступления. Страшно подумать, что сестра, которую она любила, могла так поступить. Это ужасно. Абсолютная порочность. Смерть была страшной. Такое долго не забывается. Сестры-монстры. Твин Лейкс, Литл Рок, Арканзас. Я всегда считал Твин Лейкс очень тихим и спокойным районом. Жертва жила в хорошем доме, в приличном районе, где все друг друга знали. Соседи жили очень дружно, вместе ездили рыбачить на озера. Печально, что в таком уголке произошла столь страшная трагедия. Стоял январь 1993 года. Я работал следователем в полиции Литл Рока. Мне приходилось расследовать много убийств. Когда это случилось, в Литл Роке орудовало множество банд. Но это убийство не было похоже на другие преступления. Все началось с того, что жертва попала в больницу Литл Рока с острой болью в животе и симптомами гриппа. Врачи предполагали, что это был кишечный грипп или другой вирус. Врачи пытались сделать все, что могли. Поначалу они думали, что это был грипп, и лечили ее от гриппа. Но жертве становилось все хуже и хуже. Тогда доктор предположил, что она была отравлена. Семья жертвы это подтвердила. Они сказали, да. 17 января 1993 года. Жертва скончалась через два дня, и началось расследование. Взявшись за это дело, мы сразу поняли, что нужно было проанализировать события десятилетней давности. Мы едем по городку Пойен в Арканзасе. Местные предпочитают спокойный образ жизни. Население города всего 290 человек. Он находится в часе езды к юго-западу от Литл-Рока, столицы штата. Все, город кончился. Надо развернуться. Забавно. Это весь город? Да. Протяженность дороги чуть менее километра. Рядом с трассой очень тихое кладбище. Вот мы и приехали. Отсюда и начинается наша история. Это могилы семьи Пламмер. Матери Берди Пламмер и отца Джорджа. Они поженились, когда им было едва за 20. Дедушка Джордж был предпринимателем и очень много работал. У него была лесопилка. Его жизнь напоминала сериал «Маленький домик в прериях». В молодости моя бабушка Берди работала в поле. Она как-то рассказывала мне, почему женщины в те времена носили такие странные платья. В полях не было туалетов, поэтому женщины пользовались обычным ведром. Сделав свои дела, они снова возвращались к работе. Жители Пойена хорошо знали Пламмеров и знали, что с мамой было что-то не так. Вероятно, у Берди было биполярное расстройство. Тогда это называлось маниакально-депрессивным психозом. Я не знала о ее проблемах. Для меня она была просто милой старушкой. Оказывается, она иногда убегала в лес и пряталась, а дедушке приходилось ее искать. Бабушку терзали внутренние демоны. В семье Пламмер было 12 человек, 10 детей, 5 мальчиков и столько же девочек. Оппел была старшей. Потом шли Эвелин, Джинни, Элси и Джорджия. Больше всего я любил тетушек Джинни и Джорджию. Джинни была старше, а Джорджия младше. Но они обе были веселыми и очень умными. Тетя Джорджия могла очаровать кого угодно и получить все, что угодно. Джорджия была очень красивая. Я влюбился в нее, когда мне было лет 10. Она была красивой и веселой. Джинни была практичной. И обе они были невероятно умными. С ними всегда было весело. Они любили играть в карты. Джинни всегда была приветливой. Джорджия была веселой. Они постоянно смеялись и были очень-очень близки. 52-й год стал поворотным для пламеров. Джордж скончался от рака. Джинни сбежала из дома и вышла замуж за Джимми Аллена. Он работал на железной дороге. Джорджии было всего 14. Джинни исполнилось 18. Джорджия бросила восьмой класс, сбежала и вышла замуж. Она сбежала в объятия мужчины, который, как она думала, будет о ней заботиться. Его звали Бобби Линго. Джорджия и Бобби сразу обзавелись детьми. Ей было всего 15, когда родился их сын. Они назвали его популярным в то время именем Билли Боб. Она стала матерью всего в 15 и поняла, что не справляется. Ей это было не по силам. Все случилось слишком рано. Поэтому Джорджия сбежала от семьи. Ей нужно было где-то жить, и она решила обратиться к одной из сестер. В итоге Джорджия стала жить с Джинни, ее мужем Джимми Алленом и их сыном Бадди. Поначалу, когда Джорджия переехала к Джинни и Джимми, сестры начали развлекаться по полной. Отрывались в ночных клубах, ходили на собачьи бега. Джинни нравилась такая жизнь. Раньше она была для нее недосягаема. Напомню, что Джинни приехала в Литл Рок из Пойена. И теперь могла делать что угодно и развлекаться как угодно. Она завидовала Джорджии. Та была самой красивой из сестер. Она всегда и везде получала массу внимания. А Джинни была благоразумной. Джорджия смотрела на нее и завидовала ее жизни. Она думала, что жизнь сестры идеальна. У нее был богатый муж и большой дом. Джинни смотрела на Джорджию, и ей нравилось, как та окрасовалась в узкой юбке, и Джинни хотела веселиться как сестра. Девушки обожали развлекаться и ходить на вечеринки. Вечера они проводили за азартными играми. Они обожали играть в покер и получали от этого удовольствие. Джимми Аллену это не нравилось. Его не устраивала жена, которая каждый вечер развлекалась в городе. У него были иные интересы. Мне бы не хотелось, чтобы моя жена гуляла по городу со своей взбалмошной сестрой. Ответьте, вам бы понравилось, если бы ваша жена каждую субботу торчала в клубах и барах. Понравилось бы? Ответьте. Вряд ли. Вот, видите. Наверняка Джинни понимала, что Джорджия была для нее не лучшей компанией. Но она с этим смирилась, потому что это была сестра. И это несмотря на то, что муж каждый день говорил, что ему не нравилось все, что творилось в доме. Джинни было сложно, потому что речь шла о ее сестре. Потому что, несмотря на это, она сказала Джорджии, «Прости, сестра, но ты не можешь здесь больше оставаться. Моему мужу это не нравится». Джорджии пришлось искать другое жилье. И, к счастью для нее, в городе оказалась еще одна сестра, которая ее приютила. Это была Элси. Элси была замужем за всеми уважаемым полицейским из управления полиции Малверна, Рейберном Таннером. Элси была замужем за полицейским, но и он не смог уберечь жену от такой бомбы замедленного действия, как Джорджия. Они начали ходить по вечеринкам и развлекаться втроем. Сестры были не разлее вода. Они везде и всюду появлялись вместе. Их связь была очень крепкой. Крепче любой цепи. Элси нравилась такая жизнь. Она с удовольствием развлекалась и думала, что это весело. Ее муж, Рейберн Таннер, был недоволен происходящим. Ему не нравилось, что жена гуляет с сестрами. До него постоянно доходили разные слухи. Городок маленький, и все друг друга хорошо знали. Люди говорили, что видели его жену то тут, то там, вместе с сестрами. Думаю, он высказывал все это жене. Неожиданно, Рейберн, который был в прекрасной форме, вдруг резко заболел. Он попал в больницу. У него были боли в животе, тошнота, головокружение. Он пролежал в больнице два месяца. Вернувшись домой, он столкнулся с финансовыми проблемами. Часть его денег пропала. И тогда он заподозрил, что его болезнь не была случайной. Он думал, что его отравили. Можете хлопнуть в ладоши? Да, хорошо. Отлично. Расскажите о Рейберне Таннере и о его таинственной болезни. Это был 1969 год. Рейберн Таннер, женатый на Элси Пламер, сильно заболел. Он пролежал в больнице целых два месяца. Муж Элси попал в больницу, но врачи никак не могли поставить диагноз. Он был здоровым мужчиной и вдруг ни с того ни с сего заболел. Поползли слухи, что его отравили. Пока ее муж лежал в больнице и страдал от боли, Элси вовсю развлекалась и не думала о болезни мужа. Она ходила по ночным клубам, ее часто видели на собачьих бегах. Когда его выписали, он был настолько слаб, что его пришлось везти в кресле-коляске. Вернувшись домой, он обнаружил, что на его кредитной карте почти ничего не осталось. Плюс была большая просрочка по ипотеке. Тогда он начал что-то подозревать. Почему он так внезапно заболел? Возможно, все это не случайность? Он думал, что его жена Элси хотела его отравить, чтобы получить страховку. Рейборну пришлось объявить себя банкротом. Только представьте, что имя представителя правоохранительных органов появилось в газете в связи с сообщением о банкротстве. Рейборн подал на развод. Жизнь сестер постепенно наладилась. В следующие 15-18 лет они жили, как среднестатистические американки. Покупали жилье, много работали, рожали детей. Джимми Аллен работал на железной дороге. Джинни работала персональным ассистентом в городе. Джорджия вышла замуж за Даррелла Уивера. Он был бригадиром на стройке. У них родился ребенок. Джорджия устроилась телефонисткой. Она работала на военно-воздушной базе Литл-Рока в Джексонвилле. Что вам известно об отношениях сестер с их матерью Берди? С возрастом Берди стала нуждаться в особом уходе. И эта обязанность легла на плечи сестер. Джинни спросила у матери, чего та хочет. Берди ответила ей, что Джорджия и Джинни должны распоряжаться ее счетами и заботиться о ней самой. Сестра отправили мать в дом престарелых. Именно тогда Джинни и Джорджия начали ругаться по поводу собственности их матери. Они никак не могли договориться. Как только они получили право распоряжаться счетом, Джорджия пошла в банк и сняла половину денег. Джинни спросила сестру, почему она это сделала, а Джорджия ответила, что это были ее деньги. Джинни возразила, это были деньги их матери, и сестра не имела права их забирать. Ей пришлось обратиться в суд, чтобы заставить Джорджию вернуть деньги на счет, которые были предназначены для оплаты нужд их матери, Берди. 7200 долларов подлежат возврату на счет. После этого Джинни больше не хотела иметь ничего общего с Джорджией. Это был конец 80-х. Берди была в доме престарелых, и ее здоровье сильно ухудшилось. А потом сгорел ее дом. Поскольку Джинни и Джорджия были опекунами Берди и имели право распоряжаться ее имуществом, они же имели и право обратиться за выплатами по страховке. Странно, что за пару лет до этого сгорел дом Даррелла и Джорджии. После пожара они переехали в трейлер. Угадайте, что случилось? Он тоже сгорел. Получается, всего за два года сгорело целых три дома, принадлежащих Джорджии. Какова вероятность, что это было совпадение, а не чей-то злой умысел? Я могу опираться только на те факты, о которых знаю. Обстоятельства были странными. Прозревали, что это был вовсе не пожар, а поджог. Но кто это сделал? 4 сентября 1991 года. Берди скончалась в возрасте 84 лет. Когда бабушка умерла, ее имуществом распоряжались Джинни и Джорджия. Естественно, каждая считала, что с ней обошлись несправедливо. Они постоянно спорили. Джинни любила Джорджию. Но после смерти их матери встал вопрос денег. И это сильно повлияло на отношения между сестрами. К тому же, муж Джинни, Джимми Аллен, не любил Джорджию Уивер. Это тоже осложняло их отношения. Джинни проверил свои банковские счета и выяснил, что с них сняли почти 2000 долларов. Джинни не знал, на что были потрачены эти деньги и кто выписал чек. Это еще больше накалило и без того напряженные отношения между супругами. Мы готовы? Продолжаем? Да, сэр. Расскажите, из-за чего возникли разногласия? Деньги, смерть и недвижимость могут испортить любые отношения. После смерти бабушки отношения Джинни и Джорджии стали враждебными. На тот момент Джинни и Джимми Аллен были женаты 46 лет. На их долю выпало немало испытаний, но, похоже, финансовые сложности по жизни преследовали сестер Пламер. Джимми Аллен проверил свои банковские счета и обнаружил пропажу денег. Он начал подозревать, что кто-то подделывал чеки. Это осложнило его отношения с женой. И не забывайте, что Джинни обращалась в суд, чтобы заставить Джорджию вернуть деньги к своей матери. В этой семье было немало финансовых нестыковок. В это же самое время расползся второй брак Джорджии. Ее муж подал на развод. Догадайтесь, кому снова понадобилось где-то жить? Конечно, это была Джорджия. Джинни сразу же предложила Джорджии переехать к ним, да? Джинни старалась не помнить зла. Ей хотелось наладить отношения с сестрой, поэтому она и предложила Джорджии переехать к ним. Джимми... Вовсе не обрадовался, что Джорджия Уивер снова поселилась в их доме. Он знал, стоило только Джорджии появиться возле его жены, как тут же начинались проблемы. Он пристально наблюдал за Джорджией. Сын Джинни, Бадди, также знал, что от Джорджии можно ждать неприятностей. В свое время она забрала деньги, оставшиеся от Берди, и сбежала с ними. Джорджия постоянно ругала Бадди. Бадди бесконечно плохо говорил о Джорджии. Джинни словно была между двух огней. В доме постоянно все ссорились. В какой-то момент Джорджия заявила Бадди, что его мать больше не хочет его видеть. Он знал, что это не так. Когда он приходил в гости, его мать всегда была рада. Джорджия всегда сеяла вокруг себя хаос. Бадди переживал за родителей. Его беспокоило их благополучие. А потом в дело вмешалась полиция. Однажды Бадди вызвал полицию, потому что считал, что его мать Джинни напала на своего мужа. Я думаю, что Джинни решил не раздувать из этого скандал, и поэтому полицейские зафиксировали в отчете, что нападение было предположительным, и на этом все закончилось. Джинни старел. Он все чаще стал злиться. Однажды он даже схватился за ружье. Он постоянно срывал злость на Джинни. Он не любил Джорджию, мягко говоря. Он не хотел, чтобы она жила в его доме. Бадди ненавидели друг друга. Причем до такой степени, что порой было сложно разобраться, то ли Бадди мстил Джорджии, то ли это она пыталась насолить ему всеми доступными способами. Больше никто, кроме Джинни, не обращался в полицию. Он вызывал полицейских в свой дом, в Твин Лейкс, потому что хотел выселить Джорджию. Ему надоело, что она жила с ними и командовала в его доме. Обычно Джинни вставала на сторону сестры, но в этот раз Джорджия решила, что ей лучше уехать. Я думаю, что таким образом... Она хотела еще больше привязать к себе сестру. Она сделала это намеренно. Джорджия переехала жить к Шейле Синко. Та встречалась с ее братом, Джоном Пламером. Шейла и Джорджия быстро подружились. Когда Джорджия переехала к нам, она сразу подружилась с моей мамой. Они обе работали в отеле на юго-западе Литл Рока и были практически неразлучны. Джорджия и мама почти все делали вместе. Они вместе жили, вместе работали, но были подозрения, что это было неспроста. Их отношения были не столь однозначными. Мне все это казалось странным. Через два месяца Джорджия съехала от Шейлы и вернулась к Джинни и Джимми. Но потом Бадди снова вызвал полицию. Между ним, Джимми, Джинни и Джорджией опять произошла стычка. Бадди настаивал, чтобы Джорджия ушла, но Джинни встала на сторону сестры и указала Бадди на дверь. Это был ее дом, а не его. И она хотела, чтобы он ушел. В семье разразилась настоящая война. Джорджия прекрасно знала, что сестра испытывала к ней слабость и пользовалась этим. На этот раз Джинни выгнала Бадди. Она даже обратилась в суд, чтобы официально запретить сыну приходить в ее дом. Джинни заболел и чувствовал себя очень плохо. Он бесконечно оказывался на больничной койке. Каким-то образом Джинни удалось получить от него доверенность. Она нужна была, чтобы Джинни могла позаботиться о делах Джимми и о нем самом. Однако ходили слухи, что это было сделано намеренно. Что Джинни и Джорджия задумали выгнать Джимми из дома и отправить его в дом престарелых, чтобы завладеть его деньгами. Простите, а можно попросить убрать кошку из кадра? Она нам мешает. Возможно это? Конечно. Дорогая! Что? Забери, пожалуйста, Талулу. Меня зовут Леса Блонти, я адвокат. Я составил ту самую доверенность. Я познакомился с Джинни и Джорджией в октябре 92-го года. Мисс Аллен пришла ко мне в офис. И заявила, что ее муж очень болен, лежит в больнице. Я спросил, чем могу ей помочь, она сказала, что ей нужна доверенность. Пока они сидели в моем офисе, я за ними наблюдал. Мисс Аллен вела себя неуверенно. Я подозревал, что она пришла ко мне по настоянию мисс Уивер. Между ними чувствовалось напряжение. Моя интуиция подсказывала мне, что Джорджия имела огромную власть на Джинни. Что-то было не так. Я не понимал, что это было, но чувствовал какой-то подвох. Как говорил небезызвестный Гамлет, неладно что-то в датском королевстве. Я бы сказал, что что-то неладно было в Литл-Роке. Ноябрь 92-го года, Литл-Рок, Арканзас. За ноябрь и декабрь 92-го года состояние Джинни постепенно ухудшилось. Джорджия съехала от сестры и перебралась в мотель Симарон, где она работала на ресепшене. Именно тогда Джинни опустошила свою банковскую ячейку и закрыла счет, на котором была 1300 долларов. Есть чек, подтверждающий, что тогда Джинни приобрела кольцо за 3200 долларов и расплатилась кредитной картой. Это было совсем не похоже на Джинни. Через месяц Джинни попала в больницу. У нее были сильные боли в животе, тошнота, рвота и головокружение. Джорджия заявила, что тоже чувствует себя не очень хорошо. Она предположила, что они могли отравиться в больничном кафе, когда навещали Джинни. Джорджия позвонила Бадди, сыну Джинни. Поскольку мать оказалась в больнице, заботиться о Джинни было некому. Джорджия этого делать не собиралась, а Бадди тут же приехал, забрал отца и увез к себе домой. Он не медлил ни минуты. Во время болезни Джинни еще несколько человек из ее окружения слегли с похожими симптомами. Они тоже попали в больницу. Это были беременная дочь Бадди, а также подруга Джорджии, Шейла Синко. Мама заболела в декабре. Ее постоянно тошнило. Она почти ничего не ела и не пила. Ей становилось все хуже, поэтому она решила поехать в больницу. Она понимала, что с ней творилось что-то неладное. Мы не знали, насколько тяжелым было ее состояние, пока она не попала в больницу. Чем дольше она лежала в больнице, тем хуже ей становилось. И мы заподозрили, что это было неиспроста. Шейла была очень плоха. То же самое время в больницу попали дочь Бадди и внучка Джинни Аллен. Было странно, что сразу столько людей слегло с одинаковыми симптомами. Бадди прекрасно знал обо всех денежных разногласиях между сестрами, поэтому он что-то заподозрил. Он не мог оставаться в стороне. И понятно, почему Бадди пытался защитить мать и отца от своей тетки, которая явно охотилась за их деньгами. Почти все время Джинни лежала в отделении интенсивной терапии. Она была на аппарате ИВЛ и не могла говорить. Ей постоянно делали переливание крови. Она была очень плоха. Врачи думали, что она не выживет. 17 января 93-го. Джинни Аллен в искусственной коме уже больше недели. 17 января 93-го года Алленам пришлось принять непростое решение. Они отключили Джинни от аппарата искусственного дыхания. Это была огромная трагедия. Мне очень жаль, что моей семье, моим дядям, братьям и племянницам пришлось это пережить. Это не укладывалось в голове. Жуткая трагедия. Джинни была их опорой. Джинни Аллен была главой семьи Пламер. От нее зависели все члены семьи. Врачи не могли понять, что с ней случилось. Но один из них решил сделать анализ тканей на тяжелые металлы. У нее был паралич конечностей, и врач предположил, что это могло быть отравление тяжелыми металлами. Паралич рук и ног, симптомы отравления мышьяком. Врачи сделали анализы и обнаружили, что содержание мышьяка в организме Джинни в 20 раз превышало допустимые нормы. Это вызвало массу подозрений, и за дело взялась полиция. В организме Джинни было обнаружено огромное количество мышьяка. Такое встречается не... Учитывая концентрацию яда в организме Джинни, мы сразу отмели версию случайного отравления. Это было что-то другое. Тот, кто травит людей, самый обыкновенный трус. Я думаю, что тот, кто это сделал, подлец, заслуживающий смерти. Врачи также проверили шею лусинка и дочь Бадди. Обе женщины выздоровели. В организме мужа Джинни, Джимми Аллена, мышьяка они обнаружили. Мышьяк это яд, который убивает очень медленно. Он накапливается в организме. Жертва умирает долго и мучительно. Я знал, что семья будет раздавлена этой новостью. Мне было их очень жаль. Смерть от мышьяка медленная и болезненная. Семья была в шоке, узнав, что она скончалась от отравления мышьяком. Они похоронили Джинни на семейном кладбище и хотели узнать, кто это сделал. Отравитель всегда наблюдает за жертвой. Этот человек не просто сидел и ждал. Он активно способствовал смерти Джинни Аллен. Этот человек болен. Он порочен. Его можно сравнить с серийным убийцей. криминалист из Литтл-Рока, Аркансов. За всю карьеру я помогал расследовать 500 убийств. Это дело стало для меня первым убийством, в котором причиной смерти было указано отравление. Как вы искали источник мышьяка? Всегда сложно искать источник яда. Он может быть в еде или напитках. Но в этом случае мы начали с лекарств, которые принимала жертва. Возможно, она приняла слишком большую дозу. На тот момент это был единственный источник по нашей версии. Мы получили ордер на обыск дома Джинни Аллен. вошли в дом и обыскали все, что только можно. Забрали лекарства, а также микстуру от простуды. Все пустые банки из-под пива. В доме их было очень много. Мы забрали все продукты и напитки, полностью опустошили холодильник. По словам семьи, в холодильнике всегда хранилась емкость с фруктовым пуншем. выяснилось, что и в микстуре, и в пунше была повышенная концентрация мышьяка. Мы выяснили, каким образом мышьяк попадал в организмы людей. Оставалось только вычислить того, кто это сделал. В тот момент в поле зрения полицейских Литл-Рока было двое подозреваемых. Первым был Бадди, сын Джинни и Джимми Аллена. Джинни обратилась в офис прокурора с требованием запретить сыну приближаться к ее дому. Так? Это был один из самых интересных моментов дела. Женщина написала заявление на Бадди. Она представилась как Джинни Аллен. Она заявила о случае домашнего насилия, которому якобы был причастен Бадди. Мы включили Бадди в список подозреваемых, но у него не было возможности приходить в дом, чтобы травить его мать. Проведя несколько допросов, пообщавшись с людьми и изучив массу фотографий, мы пришли к выводу, что заявление было подано вовсе не Джинни. Это сделало Джорджия, которая просто назвалась именем сестры. Поэтому мы исключили Бадди из списка подозреваемых. Изучая информацию о Джорджии, мы узнали много подозрительных фактов. Мы установили, что некая Джинни Аллен заложила в ломбарде кольцо с бриллиантом. Оно совпадало с кольцом, купленным тот же день. Она расплатилась за него кредитной картой. Кольцо стоило более трех тысяч долларов. Кто в здравом уме будет тратить деньги с кредитной карты на украшения, чтобы через несколько часов заложить его и получить наличные? Это противоречит всякой логике. Мы побеседовали с управляющим и сотрудником банка. Они описали женщину, которая забрала все из банковской ячейки и сняла все деньги со счета. У нас не было сомнений. Это точно была Джорджия. Банковский счет был закрыт, ячейка в банке оказалась пустой. За кольцо расплатились кредиткой, и все это сделала Джорджия Уивер. В этом деле есть еще один весьма интересный нюанс. О нем невозможно не упомянуть. Незадолго до того, как Джинни заболела, она выписала доверенность на распоряжение своим имуществом. Доверенность была выдана на имя ее сестры Джорджии. Джинни Как вы думаете, Джинни сама подписала доверенность? Нет. В большинстве случаев графологи не дают однозначных заключений. Обычно они пишут, что есть вероятность, что это было написано определенным человеком. Но на этот раз заключение было однозначным. Доверенность подписала Джорджия Уивер. Невероятно! Она дьявол! Это женщина воплощения зла! Также мы выяснили, что Джорджия сделала так, чтобы Алины перестали получать почту. Через дорогу от Алинов жила одна пожилая дама. Она вела дневник. Записывала с точностью до минуты кто, во сколько и когда приезжал и уезжал. И зачем приезжал тот или иной человек. При помощи ее записей мы смогли установить, сколько раз Джорджия приезжала к дому Алинов и забирала почту. Потом она просто подменила адрес, чтобы ей больше не нужно было приезжать и красть почту своей сестры Джинни. Джорджия напоминала чью-то маму или бабушку. Она могла вести себя очень обходительно. Она настаивала, что не совершала этого преступления. Никто не видел, как Джорджия подливала раствор мышьяка во фрагменте. фруктовый пунш или в микстуру от простуды. У нас были лишь косвенные улики, которые подтверждали, что Джорджия была злодейкой. Но это не доказывало, что она была убийцей. Мы всеми силами старались найти доказательства ее причастности к преступлению. В марте 93-го года мне позвонила женщина, владелица мотеля Симарон, которым работала Джорджия. Она сообщила, что они проводили уборку в подсобных помещениях и обнаружили бутылку крысиного яда. Ей это показалось подозрительным, потому что в мотеле такой яд не использовался. Бутылка была найдена в месте, где обычно Джорджия хранила свои личные вещи, когда выходила на смену. Мы отправили яд в лабораторию, и она подтвердила, что мышьяк в яде соответствовал тому, что был обнаружен в доме Алленов. Но Джорджия сообщила нам немало интересной информации. Сначала она заявила, что это Джинни велела ей сделать все, что она делала. Джинни заставила ее подделать свою подпись. Мы спрашивали, зачем Джинни это сделала, но Джорджия каждый раз отвечала, что она не знает, что она просто сделала так, как велела ее сестра. За весь допрос я ни разу не почувствовал, что Джорджия хоть немного переживала из-за того, что случилось с Джинни. Это дело не было похоже ни на одно другое, прежде всего потому, что это было отравление мышьяком с целью убийства. Есть еще одна причина, по которой мне так запомнилось это дело. У штата не было прямых доказательств, что это убийство совершила именно Джорджия Уивер. Дело было построено лишь на косвенных доказательствах. Их было очень много, и все они были достаточно надежными, но прямых улик не было. не было ни орудия преступления, если можно так сказать, ни признания убийцы. Представьте, что вы играете в карты. У штата Арканзас на руках было ни каре и даже не стрит-флэш, а скорее фулл-хаус. Всего-то. Джорджия Уивер была арестована в декабре 93-го. Джорджия всегда была паршивой овцой в семье. Но когда пламеры узнали, что она арестована по подозрению в убийстве, это повергло их в шок. Никто никогда бы не подумал, что она была способна отравить родную сестру. Помните болезнь Рейборна Таннера? У него болел живот, его тошнило, у него кружилась голова. Никто так и не выяснил, отчего он заболел. Но он подозревал неладное. Это было в 69-м. А потом через несколько лет произошли необъяснимые поджоги. Кто это сделал и зачем, так и не выяснили. Но страховая выплатила по ним деньги. И в итоге Джорджия сбежала с этими деньгами. Мы видим, что Джорджия, которая так любила свою сестру, постепенно начала ею манипулировать и делать все, чтобы получить ее деньги. По сути, это все, что нужно было Джорджии Уивер. Вероятно, она убила сестру, потому что хотела завладеть ее деньгами. Джинни Аллен была очень доброй. Вероятно, именно это ее в итоге и погубило. Она заботилась обо всех окружающих, о соседях, о детях, о семье. Она всегда думала о семье. Самое трагичное, что именно Джинни, которая искренне любила свою сестру Джорджию, была убита. Я бы никогда не подумала, что Джорджия могла на такое пойти. Это невозможно. Мне кажется, у нее просто помутился рассудок. Это дело запомнилось мне, потому что очень напоминало пьесу одного американского драматурга «Мышьяк» и «Старые кружева». Я повидал немало убийств, в том числе и со стороны родственников, но я ни разу не видел такой жестокости. Не представляю, насколько было мучительно и насколько ужасно умереть таким образом. Внучка Джинни очень любила бабушку. Когда женщина попала в больницу, она была беременна. Ее ребенок погиб. Она убийца. Кладнокровная злодейка. 4 мая 95-го года Джорджия Уивер была признана виновной в убийстве. Она осуждена пожизненно. Она боролась. Подавала бесконечные апелляции, писала нам письма, один раз даже прислала печенье. Помню, я тогда сказал, что не притронусь к нему ни за какие деньги. Как бы то ни было, я знаю, что обе мои тети очень любили друг друга. В этом я уверен на все 100%. Если бы вы могли сейчас поговорить с Джинни, что бы вы ей сказали? Я ее люблю и очень скучаю. И мне жаль, что все так получилось. Эта пожилая женщина была самым настоящим воплощением зла. Я не верю, что это дело рук божьих. Люди забывают, что дьявол всегда рядом. Он заставляет красть, убивать, и он не успокоится, пока не совершит зло. Джорджа Уивер умерла в тюрьме в 2017 году. Ей было 79 лет.